Хроника коронавируса. В мире заболело более 87 миллионов человек. По странам США на первом месте 21,5 миллионов человек, умерло 365 604. На втором Индия более 10 миллионов человек, на третьем Бразилия почти 8 миллионов. Россия уверена на четвертом месте 3,3 миллиона. За последние сутки в России заболело 24 217 человек. Интересная информация из Великобритании. Рекордная цифра заболевших за одни сутки 60 тысяч человек. И сразу же введен жесткий карантин. Выходить из дома можно только один раз в день по уважительной причине. За продуктами первой необходимости, медицинская помощь или на работу. Правительство призывает большинство работ перевести на домашние условия. Локдаун, вероятнее всего, продлится до конца февраля. Все эти жесткие меры были введены буквально через 10 минут после выступления премьер-министра Великобритании. И это несмотря на то, что в Великобритании активно вакцинируется население. Украина на 17 месте у нас заболела ковидом 1 миллион 90 тысяч 496 человек. Протестировано более 5,5 миллионов человек. Заболевания по областям на первом месте традиционно Киев 115 тысяч 300 заболевших. Одесская область вышла на второе место 73 тысячи 950 заболевших. На третьем Харьковская область 71 тысяча 213 заболевших. На четвертом Львовская область 63 тысячи 610 и впервые. Киевская область уже занимает пятое место 61 тысяча 704 заболевших. Черниговская область 19 место 30 тысяч 672 человека. На момент создания программы относительно ввода с 8 января жесткого карантина в Украине информации нет. Есть информация из офиса президента. Решение кабинета министра о введении жесткого карантина с 8 по 25 января никто не отменяет. Министерство здравоохранения настаивает на введении дополнительных карантинных мер в установленные сроки с 8 по 25 января. Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что после новогодних праздников возможно увеличение количества заболевших ковидом 19 в Украине. Ситуация в Словутище на 6 января заразилась ковидом 1168 словучан. Новых случаев заражения за последние сутки не зафиксировано. Проведено ПЛР-тестов 2165. Госпитализировано 30 человек. Умерло 11 человек. Госпитализировано 30 человек.